Я Иван Алёхин, рядом со мной господин Полихин Виталий Исколков. Вот, поэтому давайте представьте, кто вы, откуда вы и начинаете презентацию. У вас три минуты. Да, меня зовут Александр, я из компании ShopControl. Тема нашей презентации – это фирма как сервис по сдаче в аренду онлайн-касс для интернет-торговли. Что такое онлайн-касса? Онлайн-касса – это касса, которая должна передавать данные о покупках в налоговую. Раньше такие кассы не использовались. Обязанность по их использованию появилась в торговле из-за поправок 54ФЗ – закон, регулирующий применение касс. Также по этому закону обязанность возникла в интернет-торговле. Для решения этой проблемы мы предлагаем сервис по аренде онлайн-касс для интернет-магазинов. Сервис по аренде онлайн-касс – это кассовая ферма, включающаяся сервер с множеством онлайн-касс, управляемых специализированным программным обеспечением. Каждый из онлайн-касс содержит в себе программно-аппаратное шифровальное криптографическое средство защиты фискальных данных. Как это выглядит со стороны интернет-магазина? Интернет-магазин арендует у нас кассу и покупки на сайте фискализируются. То есть сразу после покупки данные отправляются на наш кассовый сервис, где происходит фискализация операции с отправкой данных в налоговую. Также покупатель отправляется электронный чек в течение пяти минут с совершения покупки. Согласно исследованиям в России около 16 тысяч сайтов, принимающих оплату, из них 69 тысяч приходится на интернет-магазины, и 47 тысяч на сайте с торгующими услугами через интернет-магазин. Рынок динамично растет, и так за 2016 год количество подобных сайтов выросло на 32%. Наше предложение для владельцев интернет-магазинов составляет 1200 рублей в месяц за аренду одной кассы. Как я уже говорил ранее, всего в России 116 тысяч интернет-магазинов, и, например, при охвате на данный момент 20% рынка прибыль составит порядка 30 миллионов рублей в месяц. При этом рынок еще не насыщен. За прошлый год на 32% выросло количество интернет-магазинов в России с 88 тысяч до 116 тысяч. При этом на октябрь 2017 года такой сервис, как Orange Data, подключил тысячного клиента. И большой сегмент рынка, такие как услуги, это 47 тысяч сайтов, должен подключить кассу только к июле 2018-2019 года. На данный момент на рынке всего три производителя онлайн-кассы для интернет-магазинов. Это Atoll, Orange Data и Status. Наше основное конкурентное преимущество – это цена, как следствие, значительная экономия для клиента. Как вы видите, на слайде экономия для клиентов значительная, тем больше затраты носят постоянный, а не единоразовый характер. Как мы планируем развитие проекта? У нас уже есть помещение для размещения серверного оборудования, кассовых ферн-офисов, работающий прототип онлайн-кассы и собственное серверное программное обеспечение. И в два этапа развития компании – это закупка серверного оборудования, производство первой партии касс, найм сотрудников, а уже тех специалистов. А на второй стадии – это уже найм сотрудников по работе с клиентами и старт рекламной кампании, и старт продаж. Как мы пришли к этой идее? У нас есть хороший опыт инженерно-технических работ и предпринимательства. Толчком для создания первой программы было желание автоматизировать собственный бизнес. Вначале мы разработали облачную товарную учетную систему для малого бизнеса ShopControl. Далее нам стало известно об изменении в законе регулирующих применение контрольно-кассовой техники, и мы разработали решение ShopControl-кассы для работы по 54 ФЗ с поддержкой более 40 кассовых аппаратов сторонних производителей. В ходе разработки мы обнаружили интересную нишу, как фискализация продаж интернет-магазинов. И вот для этого уже мы разработали комплексное решение ShopControl-интернет, позволяющее фискализировать интернет-покупки на кассе, находящейся, например, на пункте выдачи. Проанализировав ситуацию, оценив свои возможности, мы перешли к комплексному решению созданию собственной кассовой фермы как сервиса для сдачи в аренду онлайн-касс. Какое предложение мы спросим у инвесторов? Мы хотим привлечь инвестиции в размере 27 миллионов рублей, за это прилагаем 10% долю компании. Как я уже говорил ранее, при охвате в 25% рынка прибыль составит более 30 миллионов рублей в месяц. Также, помимо этого, инвестор получает долю компании, которая, кроме этого, занимается разработкой. Собственно, есть фискальный онлайн-регистратор, своя кнопочная онлайн-касса, свой ОФД, это оператор фискальных данных, и свой интернет-эквайринг. Спасибо за внимание. Ответить на ваши вопросы. Ну, как бы, если вы предлагаете 10% по оценке 270 миллионов рублей, то тогда вам надо было рассказывать не про свою идею, что-то сделать, да, а все-таки про тот текущий бизнес, который у вас есть, и долю, в котором вы предлагаете. Потому что понятно, что, там, эта ваша идея, она не стоит, там, даже 120 миллионов рублей, там, может быть, даже 60 миллионов рублей, да. Соответственно, там, для того, чтобы просто даже, как бы, дальше, там, понять, что-то обсуждать, надо, конечно, там, более подробно узнать о вашем текущем бизнесе. Потому что все-таки ваше предложение звучит примерно так. У нас есть классный работающий бизнес, да, который связан с эквайрингом, значит, с ОФД, прочими вещами. Значит, и мы, значит, вот наша следующая стратегия развития. И вот для того, чтобы, значит, сделать то, что мы хотим, нам нужно еще 27 миллионов рублей. За это мы готовы в нашем бизнесе дать 10%. Вот тогда это звучит, ну, как бы, так, как должно звучать. И, как бы, разумно. Поэтому, в целом, значит, понятно, что есть риск того, что, там, вы не сможете стать еще одним игроком вот с этой идеей, да. Ну, по крайней мере, у инвестора будет доля в уже существующем бизнесе, в котором у вас уже что-то получается. Поэтому вот первый вопрос, а что за существующий бизнес и что в нем уже получается с точки зрения каких-то финансов? Ну, сейчас мы как, у нас есть два направления. Это сама непосредственно кассовая, то есть программа для работы с онлайн-кассами для обычных магазинов. То есть... Интересует вот текущий оборот вашего бизнеса? А как бы он абсолютно небольшой. Мы все это время, то есть мы два года существуем, мы оттачивали именно программу с точки зрения его функционала и удобности для пользования клиентов. То есть у нас набрано несколько десятков пользователей, которые... Ну, а все-таки, если не качественными, а количественными вещами руководствоваться, да, то есть у вас какой оборот? Небольшой это какой? Оборот, ну, то есть до 100 тысяч рублей сейчас оборот у нас как бы в компании, она небольшая. Но, понимаете, в связи с тем, мы... 100 тысяч рублей в месяц, там, в день, в год? В месяц, конечно. Да, понимаете? В чем тут дело? Мы как бы создали свою собственную кассовую программу, да, товароучетную. Но пришел вот 54 ФЗ, и мы были вынуждены переключиться на поддержку онлайн-касс. То есть сейчас вот мы брали кассы сторонних разработчиков, то есть писали под них, то есть модули, и запускали их в нашу программу. То есть вот это, наверное, вот мы потратили на это достаточно большое количество времени. Ну, просто тогда, как бы, если вы указываете, что... Когда в презентации указывают, что помимо этого инвестор получит еще долю в нашем таком-то бизнесе, и потом выясняется, что этот бизнес на уровне 100 тысяч рублей в месяц, ну, в целом, наверное, это не так интересно. Ладно, там, с оценкой, да, это вопрос всегда обсуждаемый, здесь там сложно найти там точные цифры, потому что, в принципе, формул нет, да, там, нормальная ситуация, когда предприниматель видит проект уже такой в будущем, когда он генерит прибыль, оборот серьезный, а инвестор, в принципе, видит в настоящем, когда еще ничего нет. То есть это вопрос такой вторичный. А вот все-таки насколько, вот, там, велика вероятность того, что вы сможете стать еще одним игроком на рынке? А, видите ли, достаточно большой наш взгляд. Почему? Потому что у нас появилась такая вещь, как 54ФЗ, да, то есть все интернет-магазины сейчас, то есть все 116 тысяч, вот это на момент данный, на момент конца 16-го года, да, которые ведут продажи, обязаны поставить онлайн-кассу для физикализации продаж на рынке. Сейчас рынок загружен буквально процентов на 5-10. Большинство интернет-магазинов уходят из, ну, от оплаты на сайты, то есть они, как бы, просят перечислять им деньги на карточку, но все равно же государство их дожмет до того, чтобы они поставят онлайн-кассы. Плюс со следующего года у нас будет большой объем перехода тех сайтов, которые будут вынуждены продавать свои услуги также через онлайн-кассы, то есть это всякие разнообразные курсы, то есть английского языка, то есть, ну, всякие такие вот разнообразные именно услуги. И, как бы, в этой сегменте нету бренда, понимаете, это больше, как сказать, для предпринимателей, как абуза онлайн-кассы, она ему особо не нужна. То есть для него, допустим, фидкомпания такая, как Атол, которая тогда с дорогой кассой, ему все равно, главное, чтобы она была как-то дешевле, а лучше на порядок дешевле услуга. Вот именно поэтому мы думаем, что в связи с тем, что в начале роста этого рынка онлайн-кассы у нас будет успех. Коллега, ну вот смотрите, Виталий абсолютно прав в данном случае, потому что там, как бы, оценивать долю вашего рынка, либо там, долю даже сочинения рынка, долю вашей компании, это бессмысленно. Причин здесь много. Почему это бессмысленно? Потому что у вас нету, ну, интересной операционной деятельности. То есть вы не генерите кэш, то есть у вас много ушло в R&D, времени и, видимо, ресурсов. В связи с чем? Что мог бы я, там, скажем так, рекомендовать и вообще, как бы выстраивать модель? На мой взгляд, презентация хорошая, на мой взгляд, проект тоже хороший. Единственное, что исходя из реальной ситуации, которая у вас есть, не заниматься трудоустройством, опять же, как бы, самих себя, кому-нибудь, а прийти к инвестору с деловым предложением, потому что дай денег, это не деловое предложение, потому что, ну, окей, сколько надо, типа, когда дашь, а если не дашь, то что, у тебя в лес везти или почки вырезать там у тебя. Поэтому предложение должно быть следующим образом, на мой взгляд, сформулировано. Значит, вы должны предположить некую маркетинговую стратегию. Например, вам нужно, нужно окучить там 5000 магазинов, 5000 магазинов. При этом вы запускаете, запускаете, как бы, рекламную кампанию, с которой следует, что дорогие интернет-магазины, делаете предзаказ, предзаказ у нас, и получите 50% скидки. То есть, у вас написано год 12 тысяч, вы можете год за 6000, причем первый платеж 3000 из которых составляет. С этого вам нужно собрать первый кэш, первые деньги. Гарантом под ваш кэш может выступить некий инвестор, ну, например, там я, или, допустим, там, Виталий Полейхин, или еще кто-то, кто скажет, да, дорогие друзья, меня зовут Иван Алёхин, Талий Полейхин, я гарантирую то, что там, я являюсь ментором данного стратапа, да, действительно, мы там собираем на некие R&D этих касс, и себестоимость этих касс здесь действительно стоит столько-то, вы будете первыми, кто к нам. Первое, вы просто создадите мощную воронку заказа, и поймете вообще, надо это или нет. Ну, потому что за такую скидку, по примеру, кикстартера, многие готовы, как бы, ну, отправить деньги под некого, как бы, там, типа гаранта. Вот, это раз. Второй вариант, который может быть, да, это то, что, имея уже такой объем, уже такой оборот, вы можете себе в буквальном смысле предполагать, ну, некий план действий, и предполагаемую, как бы, капитализацию вашей компании, как у вас будет прибыль, это два. Вот, ну, как минимум, такие шаги. И уже от этого отталкиваться, не от того, что нам нужны деньги 2,70 миллионов за, там, 10%, а вам нужен человек, который вас поверит, и который вам сделает, ну, скажем так, некий правильный маркетинг, по примеру, кикстартера, потому что вы не должны вкладывать деньги сейчас в свои продажи, вы должны сгенерировать маркетинговую компанию, когда к вам люди придут сами за этими аппаратами, потому что проблема у интернет-магазинов – это аппарат, и цена аппарата. И любой интернет-магазин готов подождать, ну, не знаю, сколько там, подождать месяц – 50% скидки, подождать 2 недели – 30% скидки, получить завтра – вот тебе 15% скидка. Ну, то есть, делать некую такую акцию, когда интернет-магазин вот этим будет пользоваться. Тогда вы и кэш получаете на разработку, на производство, а в вашей стране аренда, потому что это же ваша собственность, а у вас в аренде находится. И вам не важно, будете получать в аренду первый год, вам важно, чтобы вы со второго года начали получать аренду. Таким образом, вы можете создать, даже не обрушить, а создать рынок, создать спрос, понимаете, именно на себя. Своими спецподложениями тогда вы станете носорогом, собственно. То есть, быстрорастущие интернет-компании, там, или, как бы, компания, проставляющая сервиса в области e-commerce. Тогда да, понимаете, здесь я вижу, как бы, проблему в восприятии реальности, того, чего вы хотите. Даже если вас вложили 27 миллионов, вам же никто их из кармана, как бы, не даст, правильно? Вот на тебе 27 лямов, на что ты их потратишь? Скажи, я закачу рекламную кампанию. А какую ты рекламную кампанию закатишь, там? Скажи, я вот повешу везде баннеры. А зачем вешать баннеры, когда ты можешь сесть, у тебя 16 тысяч магазинов. Сиди, заходи на эти магазины, собственно говоря, находи их контакт, отправляй им эти, там, и, там, сообщения в личку, там, типа, коллеги предлагаем бесплатно кассу на год, бесплатно касса на год, бесплатно касса на год. Там, типа, 12 месяцев бесплатно, с 13 месяца стоимость, там, 12 тысяч. Почему нет? Вот, сиди сам, ну, и долби, там, эти, как бы, кассовые аппараты, то есть, ну, как бы, вот, реально, да, всей командой сиди долбить эти 16 тысяч. Я вижу так, но, проект хороший, на мой взгляд, интересный. Если доработаете предложение для инвестора, то буду рад вас видеть на статап-шоу в Москве. Подробности, там, участие можете узнать у Дарьи. Да, видите, в чем дело, почему мы просим 27 миллионов, потому что у нас большая часть как раз идет на закупку оборудования. У нас, видите, так построено сейчас бизнес в стране, что мы должны купить тот же фискальный накопитель у одной компании, да, там, которая есть только в стране. Мы должны оплатить услуги ОФД на год вперед, именно вот поэтому, вот, то есть, большая часть – это именно оборудование и такие вот расходы. Здесь все просто. Значит, вы считаете, что вы можете привлечь такую сумму, значит, просто на, фактически, разработку продукта, на закупку оборудования и так далее. Значит, при этом вы даете, значит, то есть, вы считаете, что это является основой этого проекта и что наличие просто продукта вместе с оборудованием даст вам, в общем-то, этот рынок. И пока вы, в общем-то, не показываете что-то другое, да, что вот он у вас уже есть, какие-то есть первые продажи и так далее. То есть, если, в принципе, цена входа на этот рынок, она, в общем-то, просто зависит от суммы закупки оборудования, то тогда ваша ценность как предпринимателей в нем, она минимальна. И в этом случае найти инвестора, который, простите, готов дать, значит, сумму большую, которая даст возможность этот бизнес начать, но при этом будет довольствоваться десятью процентами, практически нереально. Если это бизнес такой, в котором нужно, соответственно, там, финансовое выливание на закупку оборудования и это является ключевым преимуществом и входом на рынок, то тогда, в принципе, значит, все-таки пропорции здесь должны быть, ну, там, если неравными, да, там, то вот с точки зрения инвесторов, скорее даже, там, на уровне я, как финансовый инвестор, получаю, там, основную долю, да, вы, как команда, да, получаете долю в компании, да, то есть, поэтому, если вы можете делать этот бизнес, там, без денег или, например, вы показываете, что у вас уже получается что-то делать, и деньги, они вторичны, вот тогда только, да, можно рассчитывать, что может появиться инвестор, который, например, при вливании суммы будет рассчитывать на какую-то небольшую долю. Поэтому вы определитесь, вы играете в игру, значит, стартапов, где люди, значит, это самое главное, да, и тогда вы просите большие деньги за такую маленькую долю, или все-таки, как бы, это такая вещь, которая не может запуститься без денег вообще и оборудование и прочее, это, в принципе, закупка оборудования и, в принципе, большие финансовые вливания, это, в принципе, цена входа, и она доступна для тех, кто может себе это позволить. Вот здесь надо четко понять. Соглашусь с коллегой. Понятно. Ну, да, у нас, как бы, есть, да, рабочий продукт, который работает, который сейчас уже фиксализирует продажи стретов магазинов. Нам надо вот именно масштабирование и, как бы, дорогие. Вот я об этом и говорю, вот то, что мы говорим с коллегой, что предложение для инвестора неинтересное, потому что для инвестора было бы интересно. Мы готовы инвестору отдать 90%, 90%, понимая то, что 70, там, 27 миллионов, большая часть из них пойдет на закупку там, какого-то оборудования. Вот раз. С возможностью выкупа до 49% в случае, там, типа, выполнения кипяй. Это реальная игра, то есть это можно заманить человека, там, 90%. Но я вижу, как бы, логистическую ошибку. То есть надо идти не от того, какая потребность, там, по железу, по софту, еще почему-то, а по объему ваших заказов. То есть на первое время, чтобы показать, именно показать вашу эффективность, надо делать либо аренду, либо субаренду данного оборудования, приходить, договариваться, укатывать, раскатывать, там, еще что-то, еще как-то делать. Ну, в общем, нужна коллаборация. И уже на первых, там, этапах, когда вы будете показывать, что да, вот оно, но тут много вариантов, на самом деле, вплоть до корпорации МСП. Придти к нему, сказать, вот мало среднего предпринимательства, нам нужен банк с гарантией, мы хотим взять кредит в банке. Вуаля. Идите, берите кредит в банке. Ну, то есть, разные варианты. Заканчивая тем, что, там, действительно привлечь инвесторов под 90%, ну, я не знаю, как так. Ну, да, когда инвестор там имеет большую долю, и на самом деле есть, то здесь можно сказать, все-таки, что речь может больше идти о каком-то финансовом партнерстве, да, когда инвестор, значит, является таким, ну, как бы, членом команды, принося деньги и имея, в общем-то, такую партнерскую долю, а не инвесторскую. Это в том случае, если вы понимаете, что вы без инвестора вообще не можете делать. Обычно, как бы, доли небольшие в виде 10%, да, по высоким оценкам, даются тогда, когда проект уже движется, все понимают, и инвестор в том числе, что он добьется успеха, просто с его деньгами это сделает быстрее. И он, соответственно, готов, значит, взять небольшую долю, там, по высокой оценке, присоединиться к успеху будущему этого проекта. А если деньги это не просто топливо, а деньги это, в принципе, такая основа, без которого бизнес вообще даже с нуля никуда не пойдет, то здесь, соответственно, это немножко другая история. Я бы вот на вашем месте не рассказывал и не выпячивал вперед в презентации ваш текущий бизнес, потому что в целом, помимо того, что там нечего давать в придачу к этому, да, потому что, как выясняется, оборот всего значит 100 тысяч рублей в месяц, но и в принципе это является таким показателем, что вы и в текущем вашем предыдущем бизнесе ничего не достигли. Поэтому вероятность того, что, например, в этом получится, она уже снижается для инвестора. То есть вы говорите, вот мы хотим это сделать, да, вот у нас есть там текущий бизнес по ФД, текущий бизнес по эквайрингу, а что вы там добились? Ну там 100 тысяч рублей, но при этом на новое просите 27 миллионов. То есть это какая-то такая серьезная диспропорция и она не в вашу пользу, да, поэтому я думаю, что вам нужно над этим задуматься и не показывать, что это какой-то у вас существующий бизнес и вы к нему приглашаете присоединиться, потому что, в принципе, присоединяться не к чему. Спасибо большое. Спасибо большое, что были с нами. Слежитесь, Дарья, она расскажет вам подробности в части стартап-шоу. Все, давайте, хорошего вечера. Я хочу сказать о том, что партнером стартап-шоу Челлендж Тур является общественная организация Инновационная Россия. Дорогие друзья, если инновации, технологии, создающиеся в России вам близки и интересны, то welcome, присоединяйтесь в наши ряды. Подробная информация в описании, разумеется, на сайте стартап-шоу.про. Если у вас, у ваших друзей есть крутые, супер-крутые стартапы и вы хотите их нам презентовать, то, опять же, ссылка в описании, заходите на сайт стартап-шоу.про, заполняйте, присылайте ваши проекты и я с моими друзьями, моими коллегами разберем их. Лучшие, напоминаю, поедут на стартап-шоу в Дубай. Обязательно ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на наш канал, рассказывайте своим друзьям о том, что мы существуем. Если у вас есть реально крутые стартапы, заходите на стартап-шоу.про, заполняйте нашу анкету. Мы будем рады рассмотреть любые ваши проекты и знайте, что только на нашем канале развивают цифровую экономику. И только стартап-шоу является шоу о стартапах, технологиях и инновациях, создаваемых в России. Будем рады вашим комментариям. До скорых встреч!